Этого сезона игры «Форт Боярд» Россия ждала целых два года. Из-за пандемии границы, как и двери крепости, были наглухо закрыты. Шло время. Дни сменялись ночами. А в стены форта стучали только волны Пискайского залива. Все пришло в запустение, и даже тиграм стало тоскливо. Два года здесь не было слышно криков ужаса и страха. А когда в форте никто не страдает, где-то грустит один тюремщик мистер Бу. Два года никто не спрашивал паспорту, сколько у него ключей. И он как мог разминал пальцы. А старец Фура от скуки решил пересчитать все свое золото. Только за это время у него это так и не получилось. Казалось, так теперь будет всегда. Но в один прекрасный день все изменилось. Восемь бесстрашных команд приехали за легендарными сокровищами. Шесть ключей мы соберем! Шесть ключей мы соберем! Разорвем, ребят! Давай! Мы не готовы! Мы не готовы! Ануарщики! Но приключения россиян во Франции начались немного раньше. Сегодня в программе. Через что пришлось пройти участникам, чтобы попасть в форт? Боже мой, такие приключения были от вечера. Вы сейчас серьезно? Трудности с законом во Франции. Вчера жандармерия в большом составе приходили в наш отель. Эксклюзивные кадры, не вошедшие в эфир. Может, нам противоядия какие-нибудь сделать? Вдруг у нас цапли. Настоящий Сергей Бурунов. Таким вы его еще не видели. Сейчас, подожди, у меня дыхание сбилось. Зачем ты так делаешь? Я нормальный! Я нормальный! Молодой по спорту. И что было с фортом до того, как сюда пришли русские? А также травмы этого сезона. Говорят, у меня кровь где-то сзади. Что происходило с участниками после испытаний? О-о-о! Ура! Ноу, никогда больше, ***! Никогда, ***! И, наконец, мы раскроем главные секреты. Где прячутся Пасмюрай? Где хранятся золотые воярты? И кто скрывается за маской мастера теней? А там француз? Тайны легендарной крепости. Смотрите прямо сейчас. КОНЕЦ История сезона «Форта Боярд» 2021 года началась в Москве за 10 дней до съемок. Я сейчас нахожусь в аэропорту Шереметьево и полетаю во Францию для участия в программе «Форта Боярд». Собственно говоря, я об этом мечтал с детства и этого с детства боялся. Мы предсключением не знаем, кто в какой команде. В общем, держите за нас кулачки. 40 звезд нашего шоу-бизнеса были допущены на самолет в Париж по разрешениям, которые специально выдало правительство Франции для участия в шоу. Я во Франции. В паспорту шли, мы скоро придем. Сколько у нас подсказок. Но чтобы попасть на территорию страны, им пришлось провести 4 часа в аэропорту, проходя различные проверки. Мы 2 часа проходили все ковидные мероприятия, которые на границе нас сопроводили. Нам засовывали палочки вот до сюда. И считали до 4. Прокручивали. Раз, два, три, четыре. Вынимали. Наконец, после многочасового переезда на западное побережье, в отелях участников ждал... Сюрприз! Бонжур, вы с успехом прошли первое испытание и прорвались через границу. Теперь вас ждет второе, не менее серьезное испытание. Карантайн. И мы сделаем все, чтобы помочь вам пройти его максимально комфортно. Не верите? Загляните в холодильник. Стресс поставили шампанское на стол. Написали, что будут пополнять запасы каждые пару дней. Поэтому, как минимум, мой карантин будет нетрезвым. Одной команде этот сюрприз в итоге точно помог. Макс, ты за 10 дней столько бутылок шампанского открыл. Пожалуйста, умоляю. Мало. Шампанское я не видел, чтобы так ювелирно открывали. Я же говорю, Сереж, он учился. Это прям опыт, да? 10 дней. По местным правилам, въезжающие в страну из красной зоны, в которую входит Россия, обязаны пройти карантин. Я с ребятами провела в заточении 10 дней. В одном номере. Мы Юлю очень хорошо узнали. Как прошли 10 дней, не побоюсь этого слова, карантина? Тяжело. Да? Да. Мы с Кириллом, смотрите, какие загорелые. А мы смотрите, какие бледные. Потому что мы жили около полиции. За соблюдением карантина следила полиция. Нарушителям грозил штраф до 1500 евро или шести суток лишения свободы. Карантин, конечно, я вчера усвоила, надо соблюдать, потому что вчера жандармерия в большом составе приходили в наш отель и проверяли около 4-х часов дня, где находятся. Слава богу, ребята все были во дворе, кушали. Ну, а я, как обычно, спала в номере. Мы точно не знаем. А даже если знаем, то не скажем. Но, возможно, кому-то все же удалось обойти строгие правила. Приходилось ли вам когда-нибудь в вашей жизни нарушать закон? Ну, как это понимать? Говорить об этом незаконно? На красный свет пару раз проезжали. А карантин 10 дней? Что, все, сидели и не выходили? Не, ну, пару раз было. Два часа же было прогулки. Два часа прогулки, кстати, европейский карантин полный. Разрешать. Давайте посмотрим, через что пришлось пройти нашим звездам за эти дни. Запускаем карантинный дневник. Первая ночь во Франции. Никто не приснился, никакая невеста, никто. Ну, ничего, мы подождем, увидим Франция. Привет! Смотрите, какая красота вокруг меня. Я сейчас бы истоптал весь город уже давно. Пока настроение замечательное. Посмотрим, что будет на восьмой день. Второй день карантина. У нас есть чудесная возможность на два часа с утра с 10 до 12 выходить на улицу. Вот мы взяли великий на прокат. Смотрите, какая красивая Франция. Шел третий или четвертый день карантина. Я хочу есть, а микроволновки нет. Карантиновский день. Не то седьмой, не то восьмой. Мне реально скучно, делать особо нечего. С этого дерева шишка упала. Покажу, смотрите. События. Разговариваю с друзьями, звоню им часто. Звонят. Извините, у меня входящий. Алло, 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 алло. Алло, 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 вы слышите меня? Алло, алло. Иногда плохо ловит связь. Твое время вышло. Наконец, заточение подошло к концу. Но перед выходом на свободу все вспомнили, чем французский ПЦР-тест отличается от нашего. Сегодня девятый день нашего карантина, и к нам утром приезжал врач. Будут у нас результаты вечером. И если, дай бог, все будет хорошо, завтра у нас игра должна быть. К сожалению, не все смогли пройти это последнее испытание. И одну из команд ждал неприятный сюрприз. Сейчас вы увидите эксклюзивные кадры. Команда! Команда! Нормально, а? Прям минусечка внимания. Игорь, я как не смотрю час, хватит у него положительный цех. Поэтому вы будете в четвером. Вы сейчас серьез? Это первый прикол такой, да? Прикол! Прикол! В эфире вы могли видеть разговор с Игорем Чеховым по видеосвязи. А сейчас мы покажем то, что было вырезано. Сергей! Привет, Игорь! Как ты? Я нормальный, я бодр весь. Я нормальный, я нормальный. Я нормальный, скажите, что это задание. Поздоровайся с командой, со своей. А теперь поздоровайся с телезрителями. Привет всем! Ребята, это ошибка. Я не должен здесь быть. Я должен быть с голубцами. Подожди, остановись. Голубцы! Подожди, остановись. В чем ошибка? Ты поздоровайся с телезрителями. Телезрители, привет! Я не должен быть здесь. Я должен быть с голубцами. Я фарш, я начинка, я и есть голубец. Я 10 дней, что просто так, что ли, сидел здесь. Я уже готов на все был. Хотите, я буду с вами на связи? Хотите, старцу фурак, звоните мне. Все, спасибо, Игорь. Спасибо! А вам здоровья! Здоровья! Созвонимся после игры. Давай, пока. А знаете, ребята, что действительно самое обидное? Что? Все сложные, самые страшные, неприятные испытания должен был проходить именно он. Ну, естественно. Это ожидаемо. Он был самым атлетичным из нас. Теперь Катя получается. Теперь Катя. Но если Игоря ковид настиг во Франции, то кое-кого он лишил возможности даже туда прилететь. Папа мечтал меня увидеть в Форт-Боярде на СТС. Я клянусь. Он мне когда в Москву отправлял, он сказал, дочь, что Форт-Боярд сходила. А мы по вечерам каждый вечер с ней смотрели новый этот Форт-Боярд на СТС. Блин, было бы круто. Аня Покров уже покорила зрителей на шоу «Полный блэкаут», победив в первом сезоне. И девушку действительно пригласили в Форт. Но у вируса был свой кастинг. Скорее всего, у меня корона. Это, конечно, очень жестко. И у меня, конечно, слетели очень важные съемки. Очень. Одна из них была вообще моей мечтой. Вот. А теперь придется, я так понимаю, две недели сидеть дома на карантине. Я вчера очень много плакала из-за этого. Надеемся, что совместная история Ани и Форта-Боярд еще впереди. После рекламы. Я вообще пока не верю, что это происходит. Новые эксклюзивные подробности из таинственного зала теней. А ему можно улыбаться за маской? И из легендарной сокровищницы Форта-Боярд. Что ты разговариваешь? А также, что происходило с участниками после испытаний. Ну, никогда больше. Никогда, блядь. Вы смотрите специальный выпуск Форта-Боярд, в котором раскрываются тайны крепости. А история Форта-Боярд началась в 1801 году, когда Наполеон подписал указ о его строительстве, чтобы защитить побережье Франции от британского флота. Но с развитием технологии он потерял свое практическое значение и стал декоративным объектом. Впервые крепость появилась в кадре в фильме «Искатели приключений» с Аленом Делоном. Отвезете меня в Форд? Конечно, отвяжите, пожалуйста. Вот так Форд выглядел тогда. Что, здорово, а? А вот так выглядит сейчас. На месте, где сейчас находятся сокровищницы, лежали руины. Эй, вы там! Руки вверх! И спускайтесь сюда! И вряд ли бы что-то изменилось. Если бы у продюсера Жака Антуана не возникла идея превратить крепость во всеми любимую телеигру. Ключи от Форта-Боярд. Тогда Паспарту был молод. Ему было всего лишь 22 года. А первая российская версия телеприключений вышла в эфир в 1998 году. И с тех пор каждый сезон собирает миллионы зрителей у экранов. Теперь Форд-Боярд сотрудничает с Совкомбанком, который также выбирают миллионы россиян. Ведь Совкомбанк – это единственный коммерческий банк с 30-летней историей. И это не единственное обновление сезона. В Форте новый хозяин. Популярнейший актёр Сергей Бурунов. Пардон! Откройте, пожалуйста! Пи*** Насистеров Бурунов! Прекрасный квест. Сергей, приезжай, будешь ведущим. Встал. В результате Сергея пустили внутрь. Я вообще пока не верю, что это происходит в каком-то сне. Но сейчас, у нас время. Поверните тигров. Нет, надо вставлять за руку, чтобы подсказать. Сколько им ключей надо собрать? Шесть. Почему тут так много? Каждый новый хозяин форта привносит в игру что-то свое. А почему она такая большая? Зачем ты так делаешь? Зачем ты так делаешь? Зачем ты принес это, пожалуйста? Ты можешь убрать это? Пожалуйста. Зачем так делаешь? Ребята. Молодец. Зачем ты это принес все с собой? Когда командам было страшно, Сержу было весело. Ребята. 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 Кей, в стекло. Давай, давай. Сержу. А-а-а. Сержу. Я-то сжалю. А-а-а. А-а-а. Подсказку ищи. Подсказку ищи подсказку. Кот крикни. Ух ты. Как он полетел, ребята. Мамочка. Ах! 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 Господи, нет! Ах! 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 Это звучит как музыка! Что вы надобно смеете? Я не смеюсь вообще ни разу! Я не смеялся вообще никогда ни разу! У вас глаза смеялись! У меня всегда не смеется Санция! Нет, просто все хорошо! Главное, что мы тебя назад забрали! Глаза смеются! Нет, все не так! Да! Выяснилось, что Сергей великолепный математик! И умеет считать до трех! Игра последовательность начнется через 2, 3, 1! Начнется через 3, 2, 1! 3, 2, 1! 3, 2, 1! 2, 3, 1! 3, 2, 1! Поехали! Несмотря на возраст, он знает тикток-тренды! Ну ничего страшного! Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу! СМЕХ Для тех, кто не в курсе, он цитирует вот этого парня! Ну ничего страшного! Тяу-тяу-тяу-тяу! Тяу-тяу-тяу-тяу! Фраза стала вирусной, и видео с ее использованием набрали миллионы просмотров! Ну ничего страшного! Тяу-тяу-тяу-тяу! Тяу-тяу-тяу-тяу! Лучи ничем страшным стали испытания! Ничего страшного! Тяу-тяу-тяу-тяу! СМЕХ СМЕХ Пожалуйста! СМЕХ Быстрее! СМЕХ Я не могу! СМЕХ Ну ничего страшного! Кроме того, Сергей с уважением относится к прошлому Форда. Сейчас я хочу провести для вас небольшой экскурс в историю. Телефоны, они вот как Форт Боярд. Раньше тоже были со шнуром. СМЕХ Сейчас, извините. Да. Да, бонжур. Ну, конечно же, узнал. По этому номеру мне нужно позвонить только Сергей Шнуров и вы. Когда Сергей соглашался стать ведущим легендарной игры, он не знал, что здесь все по-настоящему. СМЕХ Сейчас бегу-бегу. Фитнес какой-то я дошел. СМЕХ СМЕХ Все-таки молодость имеет значение. СМЕХ СМЕХ Фух, сейчас подожди. У меня тахикардия началась. Это прекрасная аэробная нагрузка. СМЕХ Аэробная нагрузка. СМЕХ 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 Испытание даже для ведущего. О! Два раза кольца закрыл. Сейчас. Игручку. Игручку. О! Однако. Сейчас. Два кольца закрыл. Итого, за время съемок, по подсчетам его собственных умных часов, Сергей Бурунов пробежал более 60 километров. И похудел аж на 9 килограммов. Интересно, почему я должен бегать с командой, а не просто стоять на точке и встречать их? Я должен все время носиться. Вы что, хотите, чтобы я сдох? Скорее всего, какое-то количество калорий он шок, потому что очень переживал за героев. Ну, быстрей, ребятушки, ну, пожалуйста! По трубе двигай! Я не могу, простите! Давай! Потерпи немножко! Юль, ты это феноменально делаешь! Браво! Молодец! Все, ты молодец! Успокойся! Это они не успели! Ничего страшного! Ну, так бывает! Ты сделала все, что могла! О! Еще ты расплачешь! Спасибо огромное! Спасибо тебе! Серега, очень крутой ведущий ты! Я уж, конечно! Не, ну, правда! Потому что ты, можно сказать, участник нашей команды! Как ты нас поддерживаешь? Спасибо, Серега! Ведущий действительно стал полноценным участником одной из команд! И сам прошел испытание! После короткой паузы вы увидите, что осталось за кадром до, во время и после эпичного прыжка ведущего! Пойте кореть в аду все! А также мы раскроем секреты обитателей форта! А-а-а! Не заболеть простудой или ОРВИ осенью – это задание со звездочкой! О! А вот с мазью звездочка она легко решаема! Звездочка – семейная забота о здоровье близких! Звездочка – традиция заботы! Сергей Бурунов стал полноценным участником одной из команд! И сам прошел испытание! Сейчас мы покажем кадры подготовки к нему, которые еще никто не видел! Стой на скайлайне и пытайся его поднимать! Да! 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 Как зима! Окей! Как зима! Как зима! Смайл! Смайл! Я тебя тоже люблю! Жетем! Сергей Бурунов стал первым ведущим за всю мировую историю «Форта Боярд», который решил помочь команде добыть подсказку! Чем я это вслух произнес ртом своим? Что? А, извините! Это делаю ради вас! Ради вашей команды! То есть, получается, что мы одна команда? Получается, что так! 3, 2, 1 Пошоу! О-о-о-о! А, ***! Красавчик, Серега! 8, 3, 7, 6… Я эти цифры на всю жизнь запомнил. Я догоню вас, ребята! Этого не было в эфире, но он еще долго не мог отойти от прыжка. Вы будете гореть в аду все. Я хочу следующий выпуск. Спешл эдишн Форт Боярд. Ад. Версия 1.0 с Александром Петровым. Готовься. Что же вы делаете, сволочи? Что же вы делаете? Ой, с**тные дети, что же вы делаете? Вы хоть сняли это? Как влетела мое тельце изможденное. На всю жизнь запомнил. На, сохрани на память. Это цифры, б**. Патрутировку сделаю с ними. Какие цифры? 8-3-1-6. Вот видишь, Сереж, я все забыл. Значит, нет вот этих плохих впечатлений. Значит, осталось только хороших. Три, два, один, пошел. Супер, летишь. Все, никогда не тут. Окей. Давай, ты можешь пытаться не жить. Видишь? Болтается тушка моя. Форд ожидал возвращения участников из России два года. А ты не жди. Пробуй пельмени «Сибирская коллекция» прямо сейчас. Прыжок Бурунова видели все. А заметили ли вы на заднем плане этого человека? Он не раз появлялся и в других испытаниях. Как этого, так и предыдущего сезона. Он отвечает за безопасность на съемочной площадке. Тут все надежно? It's safe, right? Yeah. Not exactly, just in case. Ребят, а скажите, пожалуйста, 140 килограмм вот он выдержит? This is the boss. I think. It's fine, yeah. It's fine. Yes. Точно? Yes. Точно? Не вот так вот, а прям good? It's fine, yes. Он оказывает не только техническую, но и психологическую поддержку героям. I'm French. It's beautiful. It's beautiful, да, отлично. Да, и санкция еще, конечно. Благодаря его качественной работе мы с вами можем насладиться самыми экстремальными испытаниями. Испытание начнется. Прямо сейчас. Жми! Ё-моё! Ё-моё! Они сделали это! Сделали, молодцы! Что происходило с участниками после таких фраз ведущего, зачастую оставалось за кадром. И сейчас мы покажем это впервые. Элик, что мы с тобой сделали? Не могу. Я с тобой, я с тобой. У меня голова кружится. Быстрее езжайте за мной! Бонжур! Я люблю тебя, жизнь! Ноу, никогда больше, блядь, никогда, блядь! Что? Леш, ну ты, если бы не ты, ты меня собрал. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, мам! Ну, в общем, всё хорошо закончилось. Я на лодке, меня куда-то везут. Вот, это... Давай, покажи, здесь связь плохо ловит. В форте следят за безопасностью не только героев, но и всех других живых существ. И для этого до съёмок каждой команде проводят подробный инструктаж. Я буду教ать тебе как-то хранить на правильном доме. Когда ты видишь спидер, в любом игре, Okay? Как ты собрал спидер, Стоит-белку, Стоит-белку, вот так вот, с твоей 손ом. Okay? Для того, чтобы два места собрал. Okay? И ты собрал спидер, И ты собрал спидер. И, подсюда, будет паттер. Я правильно? Что бы вылетал? Где он там есть? Не за голову, да? Прикресс, не переверну. Окей? Можно дать его за хвост? Положить на плоскую поверхность и как бы обездвиживай. Давай обездвиживай. Смотри, нет. Может, нам противоядие какие-нибудь сделать? Ну, полноса. Несмотря на все меры предосторожности, избежать травм, к сожалению, не удалось. А-а-а! Вскоре после полета из телефонной будки Антону Иванову потребовалась помощь врачей. Говорят, у микро где-то сзади. Окей, доктор, есть, есть. Что там? Сарапина? Ссадина? А я даже не понимаю, что. Нет, ничего не понимаю. Нет, ничего не понимаю. Батбик. Кровоточить он немножко, ну, сделает швы маленькие, я так поняла. В 30-30 все хорошо. В этом сезоне медпункт посетили и другие участники. В итоге все участники остались здоровы. А вам остаться здоровыми в сезон простудных заболеваний и ренитов, может помочь карандаш-звездочка, созданный на основе натуральных компонентов по традициям заботы. После короткой рекламы мы ответим на вопросы. Где все время прячутся по Смюрай? А-а-а! Блин! Что происходило в темнице форта во время испытаний? Суруво! Как-то даже можно, наверное, отсюда выбраться. И попробуем выяснить, кто такие мастера теней. Супруги, привет! В этом специальном выпуске форта Боярд мы показываем эксклюзивные кадры со съемок нового сезона и раскрываем тайны крепостей и ее обитателей. Имя одного из них вы точно запомнили. Пашню рай! Пашню рай! Пашню рай! Пашню рай! Так, ребят, что-то я наорался сегодня уже. Крикните кто-нибудь громко! Пашню рай! Пашню рай! Пашню рай! Опять он кого-то забирает? Пашню рай, касати! А забирай-ка Колю! Вперед! Let's go! I need to go to the toilet! Главного касатика сезона на самом деле зовут Энтони Лаборт. Ему 39 лет и он актер Парижского театра. Кто из вас, Кристина, спрашивает меня по смирай? Ну, признавайтесь! Кто? Я! Вот, ее забирай! Крис! Крис! Все будет хорошо, слышишь? Все будет хорошо! Не факт, не факт! Помимо своих прямых обязанностей, он любит удивлять гостей форта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы заработали ключ! А-а-а! Какой хорошенький! Ха-ха-ха-ха! Касатик мой! Опять ты! А в какую его коробочку положить? Я готова взять его! На ручки, на ручки! Иди сюда! А-а-а! А-а-а! Блин! Ты мой касатик! Золотой! Что ж ты делаешь? Хорошенький какой! Эй! Ты того, что там был? Так! Он там костюм шел! Тёма! А-а-а! Я уже поэтому и крикнул, собственно говоря! Это Маша! Что они сделали с Машей? Каланчу! 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 А-а-а! А-а-а-а! Ха-ха-ха! 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 В его гардеробе сотни костюмов, большинство из которых мы ещё не видели. А в этом сезоне он пополнил свою коллекцию формой российских участников. А вас не случается, что у вас новый участник в команде, нет? А-а-а! 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 Что начал учить русский язык. Но пока выучил лишь одно слово. Зачем? Давай! А-а-а! Давай! А-а-а! Давай-давай! А-а-а! А-а-а! Пасмюрай приезжает в форт, как на дачу. Кельи, в которых участники кричат от ужаса, он использует для релакса. Батюшки, касатик, ты плавать давай, иди, конечно. А-а-а! 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 Так у него костюмчик! Книжки пришёл, да, принёс сдавать. Сейчас, значит, сначала забирай Риту, а потом книжки сдашь. Да. Но есть кельи, где даже и муд становятся не по себе. Пасмюрай в переводе с французского означает «проходящие сквозь стены». А-а-а! А вот ты где! Это ты там куришь? Он же проходит через стены! А где на самом деле он прячется – загадка даже для старца Фура. Но самое загадочное место форта – не логово Пасмюрая, а таинственный зал теней. Туда не любит заходить даже съёмочная группа. Ведь там правят мастера теней. Никто не слышал их голос, никто не знает, как их зовут. И никто не понимает, откуда с ними знаком Сергей Бурунов. Можешь познакомиться с мастером, мастер теней. Виктор Борисович, моё почтение. Это была прекрасная игра. Он не подаст тебе руку, Виктор Борисович. Серьёзный человек, гордый человек, особенно после поражения. А там француз? Где? А не скажу. А ему можно улыбаться за маской? Наверное. Ты победил! Я-а-а! Ну, я бы так не делал таких движений при Викторе Борисовиче. Виктор Борисович, сегодня 02, извините. Но однажды он случайно сболтнул лишнего. Пойдём, красавчик ты мой. Виктор Борисович, я позвоню. Супруге привет. Кто знает, может, эта ошибка будет стоить ему должности хозяина форта. В этом сезоне мастера были особенно заряжены на игру против русских. Ведь в прошлом они проиграли со счётом 19-3. О! Лук! Лук! Я мяу! Кошечка! Взять реванш им не удалось. Но счёт уже более достойный. 9-5. Да! Да! Ты выиграл! Есть только один человек в мире, имя которого заставляет нервничать мастеров теней. Иван Дорн. Ему удалось трижды обыграть Котоголовых. Ты понимаешь, что ты чудо, ты спас команду свою? У-у-у! А-а-а! Я-а-а! Почему команда не состоит сегодня из пяти Иванов Дорнов, я не понимаю. Другие участники рассчитывали на своё обаяние. Ну, ты же мне поддашься. Но у мастеров теней нет чувств. Мастер не ошибся. Ну, мастер здесь стоит сто лет в обед уже, он тут официально трудоустроен, я так понимаю. Так он тоже не знает. Не, ну, всё равно это его, как сказать, профессия. Блин. Ты остаёшься в заложниках форта. Мистер Бу, будьте любезны. В темнице форта Боярд, или как её ещё называют французы, в Лефортовской тюрьме в этом году оказалось рекордное количество заключённых. Окей, окей, окей. Ну, да я понял, понял. Всё, я понял. Иду в покое. Хорошо, понял, понял, понял. Я понял. Аж 13 участников мотали свой срок. Но больше всего отличилась команда бруталов. Вечер в хату. Часик в радость. Да ладно, не может быть. Не может быть. Часик в радость. Ну, давай, заходи. Пацаны. Всё наше. Всё в руках Прохора и Вани. Да ладно! Здравствуйте. Ну, привет. Двигайся, как раз твоё местечко. Слушайте, ребята, ну, хотя бы какой-то рекорд. Я в тюрьме в первую жизнь сижу. Ты не просто в тюрьме. Ты ещё и непосредственно на троне, понимаешь? На каком троне? А я даже не знал, что это унитаз, просто говоря. И если вы думаете, что тюрьма здесь не настоящая, то ошибаетесь. После рекламы вы увидите то, чего не было в эфире. На самом деле очень неожиданно. А также новые эксклюзивные подробности из легендарной сокровищницы форта Боярд. Продолжаем показывать эксклюзивные кадры со съёмок шоу Форт Боярд. И если вы думаете, что тюрьма здесь не настоящая, то ошибаетесь. Сейчас вы увидите то, чего не было в эфире. Всё, прям сижу-сижу здесь, да? Кайф. Через полчаса, конечно. На самом деле очень неожиданно. Я думал, что будет какой-то там, ну, не по-настоящему, а я сижу по-настоящему. Ну, подняет, конечно, но это чё? В деревнях у нас так же. Эй! Как-то даже можно, наверное, отсюда выбраться? Слушай, а здесь вообще никак не залезть. Чё так бывает, спать будем по очереди. Шкулки две, народа четыре. Вот и подушка. Воду вряд ли дадут. Дурова. У меня все червяки эти с первого полчаса. Это один числый. Блин, я десять суток на карантине сидела. Ну, не для этого, чтобы тут со скелетом обниматься. Ну, выпустите, а! Мадам! Наконец-то пришла! О, господи! Ой, боже ты мой, а! Хозяйничает в темнице не только мистер Пу, но и его супруга, леди Пу. А, здрасте! Ого! Ой, здрасте, привет! Как дела? Все хорошо? Вы привыкли ее видеть сильной и строптивой. А сейчас мы покажем ее совсем другой. Хай! Видели? Это был еще один эксклюзив СТС. Улыбка самой жестокой женщины форта Боярд. За пределами крепости ее зовут Лаура Мете. В прошлом она гимнастка. А сейчас профессионально занимается пол-дэнсом. А это ее подруга, мадемуазель Моник. И в реальной жизни ее так и зовут. Моник Анжон. В форте, как и за его пределами, она дрессирует тигров. Она занимает эту должность уже 30 лет. Мадемуазель Моник, черепли! Это единственный человек, которого слушаются местные тигры. Мадемуазель Моник, уведите тигров. Ох, как она! Опять она! Вы знаете, что после фразы... Мадемуазель Моник, поверните голову тигра. Обычно начинается реклама. А вот после перерыва начинается то, ради чего сюда приезжают искатели приключений со всего мира. КРИКИ КРИКИ Но вы наверняка никогда не задумывались о том, что происходит с золотом, которое участники не успели вынести из сокровищницы. его собирают специальные люди вместе с мадемуазель Моник. А вот куда оно проваливается, знает только старец Фура. В этом году смельчаки из России опустошили казну форта почти на 3 миллиона рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потому что они поняли главную истину этой игры. Победить на форте можно только став настоящей командой. АПЛОДИСМЕНТЫ Поддерживайте друг друга. А блин! Ж mögot! Помогайте друг другу. Блин, я не могу! Ты можешь! Мы тебя любим! Устакуйся! Не бойся, не бойся. Давай, Ваня, ты можешь! Давай, давай, молодец! Давай, давай! И тогда обязательно всё получится. ГРИКИ Убнится! Убнится! Мы сплочаемся с каждым испытанием всё сильнее и сильнее. Страшнее всего подвести команду, потому что хочется как-то тоже себя проявить. Конечно, это всё не для меня, вот этот экстрим. Я даже горки водные боюсь. Я ни за какие деньги бы такое не сделала, но за подсказку... Молодец! А-а-а! А-а-а! У-у-у! Она упала! Можно отъехать в этом спортбое? Одна команда! Давай! А-а-а! Есть! Команда! С матки есть! Спасибо вам! Теперь я с уверенностью могу сказать, что вы настоящая команда! А-а-а-а! А-а-а-а! Сегодня вы узнали чуть больше о культовой крепости. Но легендарный форт Боярд хранит ещё много загадок. До встречи в новом сезоне! А-а-а! 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 А-а-а!